Девушки отдыхают Значит, что касается стигмы. Сигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ-спидом. То есть это то, о чем мы с вами говорили. Вот в салме написано, поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Я ждал сострадания, а его нет. Я ждал утешителей, но не нахожу их. То есть мы сейчас будем говорить о стигме и будем сразу давать информацию с местописания. Что местописание конкретно говорит на эту тему. Климо позора, умалчивания, дискриминации, отчуждения, а также отсутствия конфиденциальности подрывает усилия по предупреждению и уходу и возвеличивает воздействие эпидемии на отдельных лиц, семьи, общины и нации. Это выдержка из декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ-спидом, принятой на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 27 июня 2001 года. То есть это осуждаемо. Ну и теперь, существует три фазы эпидемии ВИЧ и СПИДом. Первая, которая проникает, первая такая фаза, когда ВИЧ проникает тихо и незаметно. Вдруг кто-то заболел. Дальше вторая фаза. И об этом все молчат, никто еще не знает ничего. Ну, некоторые знают, но просто молчат, все тихо происходит. Вторая фаза, это когда уже приводит к возникновению таких угрожающих последствий. Люди начинают заболевать, появляются смерти, заражение других людей. И это уже не скроешь. И потом идет эпидемия стигмы, дискриминации, осуждения, коллективного отчуждения. И она крайне осложняет эффективное преодоление первых двух. То есть люди начинают жить в страхе. Но я думаю, вы помните, одно время был такой бум. Где-то там помещали в перилах эти лезвия с зараженной кровью. И люди шли, заражались. Помните, иголки втыкали с зараженной кровью. В газетах об этом писали, понимаете. То есть идет вот какое-то вот такое наращивание. Вот как будто это как раз что идет? Нагнетание страшилок. Нагнетание страшилок. Вот именно шла дискриминация, открытая враждебность и открытый вот такой вот призыв, будем так говорить, на уничтожение. Призыв на бесчинство. Что это? Так работает стигма. То есть если в первых двух случаях стигму не уничтожить, что такое стигма? Это вот клеймо. Она выйдет на позицию бесчинства. Дальше определение. Что же такое стигма? С греческого слова стигма, клеймо, пятно. То есть чрезвычайно сильный социальный ярлык, который полностью меняет отношение к другим людям и к самим себе. Заставляет относиться к человеку только как к носителю нежелательного качества. То есть вот повесили такой ярлык на него. Все. Этот человек не наш. Не из нашего общества. Ну и, соответственно, стигматизация – это процесс навешивания ярлыков и девальвации личности. Чужой среди своих. Когда вот мы все такие, а он не наш. Ну вот маргиналы, может быть, слышали такое слово? Маргиналы. Кто такие? Есть английское слово «маджин» – это поля. То есть людей, которые как бы вынесли… За поля. За поля. То есть мы все здесь, а они там. Понимаете? Вот такая вещь происходит, такая стигматизация, когда мы кого-то выводим, так сказать, за наше присутствие. Ну и здесь ответ. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Евангелие от Луки, 6 глава, 41 стих. Ясно. Дальше три черты стигмы или три черты правила. Идут различия между людьми, подчеркиваются и считаются важными. То есть я вот не зараженный, а он зараженный. Все, развели две личности. Все. Свои чужие. Потом людям с отличающимися качествами приписываются негативные стороны. А раз он свитч, значит это проститутка, наркоман, блудник, такой-сякой и вот еще сверху такой. Все, вообще с нами святыми никакого, ничего общего не будем иметь. И начинаем делить общество на нас и их, когда мы выносим их за поля. Ну и плач Еремеи там написано в 4 главе. Сторонись, нечистые кричали им. Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь. И они уходили в смущении. А международным говорили, не будет их более среди нас. Конкретно людей отделяли. Ну виды стигм, которые существуют. Культурные. То есть, когда общество пишет свои нормы, пишет свои стандарты. Согласно этим нормам и стандартам, люди начинают делить общество все на группы. Делить на нас, на их. И если они не соответствуют нашим правилам и стандартам, ну они сами виноваты в своих проблемах. Это их проблема. Ну вот, институциональная стигма. Это дискриминационные отношения со стороны правительства, здравоохранения, церкви, сферы бизнеса и других общественных институтов. Ну, то есть, например, люди, которые здесь живут без прописки. Без определенного места жительства. Которые, скажем, приехали с Тредней Азии или с других республик. С одной стороны, да, это люди нарушают закон, но это не значит, что им не надо оказывать помощь. Это не значит, что их не надо лечить. Это не значит, что им не надо оказывать никакую поддержку. Но идет такая вот стигма. Она конкретно идет. Личная стигма – это когда мои личные убеждения, но она как следствие культурная или институциональная. То есть, я принадлежу либо к этому слою общества, либо к этому институту, к этой организации. И в соответствии с этим я себя так и веду, к этим людям. Ну и межличностная стигма – это когда ненависть, страх, презрение и смущение проявляются при контактах с этим стигматизированной личностью, стигматизированной группой людей. Ну вот как бы все стигмы, которые мы с вами назвали, они все вот к одной группе принадлежат. Ну и есть две стороны стигмы. Посмотрите, вот это вот очень важно, чтобы вы понимали. Есть внешняя стигма. То есть, это стигма по отношению к чужой группе. То есть, я смотрю на этого человека, а, ВИЧ-инфицированные, я с ними не дружу. Это блудники, то, то, то. Я их от себя отделила, я принадлежу к праведным. И есть внутренняя стигма. Когда я вот в той группе, и я на себя смотрю, я ничто, я бывший блудник, я сам на себя вешаю ярлык. И к вам, как правило, придут люди с внутренней стигмой. То есть, вот ваша задача, понимаете, но если у вас есть внешняя стигма, вы не замотивируете человека на то, чтобы он снял внутреннюю. Вы понимаете, о чем мы говорим, да? Вы сможете замотивировать человека только в том случае, если у вас самого нет вот этого стематизации, нет вот этого предубеждения к нему. А иначе к вам с стигмой пришел, и он уйдет со стигмой в квадрате от вас. Поэтому вот это вот очень важно, чтобы у вас немножко отношение вот тоже было к этому человеку определенное, адекватное. Почему в области ВИЧ и СПИДа возникают такие стигмы? Потому что, во-первых, СПИД ассоциируется со смертью. А смерть – это запретная тема в обществе. Пугающая. Понимаете? И все. И как бы поэтому ВИЧ-СПИД раз в одно время и закрыли эту тему. Сейчас пытаются ее как-то вывести. А люди закрыты от этой темы. Во-вторых, мало информации. И те картинки, которые мы видим, вот мы сегодня показывали, да? Эти картинки пугают людей. Такое изменение внешности, плохое самочувствие. И поэтому эти картинки, обратите внимание, мы показали, сначала выдали информацию, а потом только показали картинки. То есть картинки потом воспринялись, ну, как последствия. Но ведь, как правило, вот если показывать только картинки, это пугает, это фактор, который идет на стигматизацию. Поэтому очень важно, чтобы мы еще и правильно как бы строили наши с вами разговоры. Вот как раз Наташа когда задавала вопрос. Вот где одно говорить, а где другое говорить, да? Вот, чтобы здесь как бы стигму развеять, а здесь, может быть, ненавеять такое вот наплевательское отношение к жизни. Тоже баланс нужен. Люди не знают пути передачи ВИЧ, поэтому пугаются. Как я могу получить? Ну, вот тот пример, когда взял денежную купюру, на ней оказалась кровь. А, все, я тоже заражен, все. Человека начинаем отвергать, ему уже терять нечего, я теперь тоже такой. Потом ВИЧ отравит тему секса, которая сейчас все-таки табуирована. Хоть сейчас много говорят о сексе, но вот если так серьезный разговор развести, значит, это бывает очень сложно. То есть тема секса связана в основном с такими сальными анекдотами или с такими какими-то... С шутками ниже пояса. Да, с шутками ниже пояса. Шуток много, а серьезный разговор о сексе мы мало вообще услышим. ВИЧ ассоциируют с людьми, которые заняты, ну, таким рискованным поведением, да? Сексуальные работники, наркоманы, гомосексуалисты. То есть, если женщина говорит, что у нее ВИЧ, сразу ассоциация, что она обязательно проститутка. Как-то уже, может быть, на пятом-шестом пункте где-то в сознании всплывает, а может быть, ее муж заразил, а может, ее в больнице заразили, в колбу сходил, в которой не совсем были там хорошо обработаны материалы. Но у нас первое, что срабатывает со стигмой? Что это бывшая проститутка или бывшая наркоманка, правильно? И первое, ну, так, наверное, ей надо. Наверное, это карга господа и так далее. Это стигма, понимаете? Если это возникает в голове, значит, все. Надо от этого избавляться. Ну, и потому что ВИЧ подвержены люди, которые находятся в таких рискованных группах. Действительно, это наркоманы, это действительно сексуальные работники. Это действительно люди, которые гомосексуалисты. То есть, поэтому и такое стигма и навешивается на них. То есть, это личностный фактор, внешний фактор. То есть, мы как бы это должны понимать. С одной стороны, реальность, с другой стороны, я лично. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ну, и потом, значит, что такое дискриминация? Это стигма, которая стала действием. Ограничение в правах части населения по расу, национальному, религиозному или иным признакам. Или вот по признаку ВИЧ. Дискриминация возможна только благодаря неравному распределению власти и контролю в обществе. То есть, дискриминация, это когда уже вот этот ярлык в действии. Все, мы их в правах уничижаем. Мы их ограничиваем в каких-то свободах. Вообще, вот в нашей стране дискриминации и ВИЧ-инфицирования официально нет. Законы защищают. Их просто надо знать. И нужно доносить законы до людей. Скажем, если человека уволили с какого-то предприятия, за то, что у него есть ВИЧ, ну, с того предприятия, где нет, требуется этот анализ. Законы защищают. И просто тут уже нужно помочь человеку выйти на хороших юристов и так далее. То есть, вообще, опять сказать, официально у нас дискриминации нет. Это замечательно. То есть, нам тоже об этом надо знать и знать вот эти законы. Ну, и дальше последствия стигмы дискриминации. Во-первых, это не позволяет открыто обсуждать причины возникновения этой эпидемии, пути распространения и определять ответные шаги, что сделать, чтобы этого не происходило. Потом оказывают большое психологическое воздействие на самосознание людей. То есть, в некоторых случаях они вызывают депрессию, заниженную самооценку, отчаяние. То есть, и общество из-за этого деградирует, и людям мы не помогаем. Из-за стигмы дискриминации люди подвергаются риску заражения. Раз все наркоманы такие, мы их начинаем отделять. Так им и надо, но так у них и происходит. Вы знаете, что самое интересное? Приходим, например, в школу и говорим, вот мы можем провести у вас по ВИЧ-спиту семинар, лекцию. Да ладно вам, уже запугали нас. Понимаете? То есть, мы говорим, мы профилактируем, мы хотим по построению отношений говорить. Тут про треугольник, вы знаете, не слышно, мы уже перестали об этом говорить. Мы приходим в школу и говорим, знаете, мы будем говорить о профилактике беспорядочных половых связей. Вот надо. Понимаете? То есть, вот эта стигма работает. И то есть, как бы нам это нужно понимать, что раз мы в этом обществе, ну, нужно принимать этого внимания. Итак, что самое страшное, что вот эта стигма, дискриминация наблюдается в церкви. Так, если в обществе дискриминации как бы официально это нет, еще можно как-то объяснить. И официально ее вообще как бы нет. Но хотя бы можно как-то ее объяснить, там, оправдать, хотя нет никаких оправданий. Но в церкви эти вещи происходят. Вот от этого становится страшно. Например, священнослужители, которые стали носителями ВИЧ, их просто отстраняют от служения. То есть, если вдруг выяснялось, что священнослужитель носитель ВИЧ, отстраняется от служения, мы знаем такие случаи. Реологические лидеры. ЛЖВС, людей, живущих с ВИЧ и с ПИДом, их осуждают как преступников, как порочных людей, которые ведут порочное поведение, порочный образ жизни. ЛЖВС и их семьи даже были изгнаны из церквей, так, знаете, публично извлечены. Такие тоже вещи были. При молчаливом согласии церкви... Сирот выбрасывали из их домов, заявляли, что они прокляты, ибо их исключали из школы, потому что у них родители заражены, потому что они носители ВИЧ были. Хотя дети вообще здесь ни при чем. Они получали либо в больнице, либо с молоком матери этот ВИЧ. Дальше. Мало кто из лидеров церкви готов признать, что его родственник умер от ВИЧ, от СПИД, или что он сам ВИЧ инфицирован. То есть это считается, ну, будем так говорить, стыдным. По поводу этих данных, это вы тестировали? Это то, с чем мы сталкивались? Либо мы сталкивались, либо вот нам рассказали. Скажем, вот про детей, это нам рассказывали, это происходило в Африке, в Уганде 8 лет назад. Это происходило в Европе, это происходило в Лондоне в частности. Не, ну как, ну скажем, вот детей вот так вот дискредитировали, скажем, исключая, что у церкви молчит. Никто не встал на их защиту. Вот мы вот о чем говорим, что по идее, но если не встают на защиту общества, вот в то время, скажем, 82-го года, начало 80-х, когда СПИД, это религия греха. Дети остаются сиротами, никто не встает на их защиту. Церковь, призванная встать на защиту, сирот не встает на защиту. Вот в Индии нам тоже рассказывали вот этот случай. У женщин муж умер от ВИЧ-инфекции, а там у них как, значит, она жила с его родителями, и ее родители просто выгнали из дома. Мы тебя терпели, потому что ты ухаживал за нашим сыном. Все, уходи, вдруг ты тоже ВИЧ-инфицированная. Она действительно оказалась ВИЧ-инфицированной. Церковь не встала на защиту, никто не встал на защиту. Но вот она нашла организацию, международный ассет, который встал на ее защиту. То есть, понимаете, вот реальные случаи. Вот первые два случая мы встречали у нас вот в России. То есть, понимаете, это настолько реально. В Евангелии от Иоанна написано, и он, восклонившись, сказал им, а кто из вас без греха первый бросит в нее камень? То есть, все мы подвержены этому заболеванию, мы все можем его тем или иным способом получить. То есть, вот важен последний пункт, что умалчивание или ложная информация церковь дискредитирует. Нельзя умалчивать. Может быть, из вас кто-то смотрел, было по телевидению передача Познера. Там была конкретная передача, программа из одного из городов нашей страны. В России мы смотрели эту программу. Вообще страшная программа. То есть, это конкретно было пятно на протестантскую церковь. Потому что там была вот такая же ситуация, что человек пошел, ему назначили АРТ-терапию, потом он пошел к пастору, пастор ему сказал, Ты что, неверующий, что ли? Молись, ты плохо молишься. И он его практически убедил отказаться от АРТ-терапии. А врач же должен раз в месяц приходить на консультацию. Он раз не пришел, два не пришел врач. Врач приходит, и он говорит, я не буду, я вот такой вот, мне пастор сказал все. Ну, там, конечно, поднялась буча, дошла до Москвы, поздно приехала, сделала программу, она прошла по Центральному каналу. Понимаете, вот что мы имеем на данный момент. Вот, поэтому, вот, понимаете, нам с этим надо что-то делать. Надо как-то вот, ну, иметь правильное отношение. Что делать, чтобы этого не произошло? Дестигматизации, то есть снятие вот этих ярлыков. Ну, во-первых, конечно, образование. То, о чем мы говорим. Доносить информацию. Это первое. Во-вторых, это empowerment, то есть такое обретение силы. Процесс, когда сами люди затронутые эпидемией, приобретают знания, навыки, которыми позволяют жить в обществе, вести нормальный образ жизни. Преодолеть эту внутреннюю стигму и, может быть, даже открывать свой статус. Ну, вот, в частности, такие вещи, о которых мы говорили, вот, конкурсы красоты, мисс ВИЧ-инфицированная, да, это вот тот самый образец импауэрмента, который, в общем-то, сейчас происходит. Ну, и, конечно, здесь нужно говорить о приоритетах. Четко представлять, что такое стигма, откуда она возникает, и, в частности, движущие силы, эти стигмы, источники, откуда она подпитывается. Понимать во внимание связи с контекстом существующего неравенства люди, потому что не знают, что это такое, и не соблюдают права человека. Направить все внимание против СПИДа, на профилактику этой болезни обязательным, чтобы не было такой дискриминации, ну, и сформулировать, каких результатов мы можем добиться в этом во всем. Например, вот, мало кто из нас знает, но это очень большой факт, согласитесь, что снизить процент ВИЧ-инфицированных людей с 26 до 6... Процентов за 8 лет... Это очень большой шаг в период. Это здорово. И это сделано именно потому, что на уровне правительства были приняты образовательные программы по школам, и именно на уровне правительства очень четко работает вот эта система импауэрмента. В частности, вот эти все организации для ЛЖВС, вот типа ТАСО, о котором мы говорили, когда люди, которые во всеуслышание заявляют о своем ВИЧ-штатусе, говорят свое свидетельство жизни. Вот они, вот она стоит женщина, у нее дети, она замужем, она преуспевающий бизнесмен, ну, вот так, да. И она говорит о том, как она живет, что делает для того, чтобы мужа не заразить, для того, чтобы максимально преуспевать, детей обезопасить, для того, чтобы вести бизнес, жить полноценной жизнью. Все это свидетельство, вот этот импауэрмент всячески поощряется. Понимаете, то есть вот в это, конечно, нужно включаться. Ну и, конечно, вот тут пути снижения стигмы дискриминации. Это различные печатные издания, распространение информации, обучение навыкам борьбы с этой проблемой, использование разных консультативных подходов, программы внедрения в школах, в университетах. Вот мы были в той же самой Уганде, дети в пятом классе пишут тексты. На английском языке. То есть английский для них это иностранный язык? Вот смотрите, вспомните, какие тексты мы в пятом классе учили на английском языке. Вспомните. Вась Седов живет в Москве, у него есть сестра. Помните, да? Моя семья состоит, мама, папа, брат. Я читаю текст для пятиклассника. Плазма. Плазма человека по-английски состоит из таких-то кровяных телес на другой стороне. Рисунок этой плазмы, все написано по-английски. И вот эта вот картинка проникновения ВИЧ в плазму. То есть даже в учебниках на английском языке идет четкая профилактика. То есть детям доносят это на всех уровнях. Это здорово. Вот это профилактика. Понимаете, нам действительно как-то вот это нужно учиться. Вы знаете, есть совершенно замечательные разные программы, которые преподаются в школах. Вот именно профилактика ВИЧ-спит. Нам очень нравится, особенно в программе АСЭТ, есть две такие презентативные лекции, которые работают максимально во всех школах, во всех учебных учреждениях. Она не религиозная, то есть она одобрена Министерством образования, эта программа. С ней можно идти в школу, пожалуйста. Ну и контроль за нарушением прав человека, там, где они нарушаются, для ВИЧ-инфицированных людей. То есть если к вам пришел на консультацию человек с ВИЧ-положительным статусом и говорит, вот меня здесь ущемляют, вот тут меня уволили, тут меня не принимают. Есть права, которые ты обязан знать. Соответственно, с этими правами ты можешь отставить свои права, там, даже через суд в восстановлении. Ну да, может потом и не работать там. Я знаю, что в Красноярске, там есть у нее даже группы, вот ЛЖВС, именно которые решают вот такие вот юридические вопросы. Вот совершенно замечательно. Ну и потом заявление Питера Пиота на пленуме Всемирной конференции против расизма, расов и дискриминации, ксенофобии, связанной с ними нетерпимости. Это было сказано в Южной Африке 5 сентября 2001 года. Связанная с ВИЧ и СПИДом стигма возникает на почве мощного союза позора и страха. Позора, потому что секс и потребление наркотиков инъекционным путем, которые являются путями передачи ВИЧ, окружены табу и моральным осуждением. Страха, потому что СПИД относительно нового заболевания считается смертельным. Осуждение или плохое обращение по отношению к людям, живущим со СПИДом, просто загоняет эпидемию в подполье, создавая идеальные условия для распространения ВИЧ. Единственный способ добиться прогресса в борьбе с этой эпидемией, это заменить позор на солидарность, а страх на надежду. Обратите внимание, здесь ничего не говорится о том, что нужно поощрять, но здесь говорится о том, что нужно теперь что-то с этим делать. Нужно с этим что-то делать. Не судите, не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы сами. Так, ну вот это то, что мы хотели сегодня рассказать про Симону, чтобы как вы поняли вообще, что это страшная вещь, страшная штука, стигма, и с ней надо что-то делать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Симону. Симону. Субтитры создавал DimaTorzok